Нужно драться, нужно сражаться, нужно завоёвывать. Именно этим и занимаются герои нашего следующего сюжета. Сегодня мы расскажем о мужчинах в камуфляже, оружии и четырёх ящиках. Военное столкновение натовцев с русскими уже началось. Две группировки столкнулись в лесу недалеко от Могилёва. Главная задача американцев — любой ценой захватить четыре ящика у спецназовцев. Русские должны их сохранить. Заброшенный лагерь превратился в спортплощадку для страйкболистов. Airsoft, а в простонародье страйкбол, появился сравнительно недавно. Но несмотря на это, армия белорусских страйкеров с каждым годом прирастает на тысячу-другую новобранцев. Игра приближена, скажем так, к военным действиям относительно, если так разобраться, тактика и всё по-настоящему. Внимание! Не путайте пинкбол со страйкболом. Отличий найдётся предостаточно. Прежде всего, это реалистичность. В пинкболе всё условное. Площадка — оружие форма. В страйкболе стреляют шариками, которые летят со скоростью около 100 метров в секунду. Используют сценарий реальных событий и копируют действия различных силовых подразделений и армии мира. Здесь побеждают не только с помощью экипировки и амуниции, но и благодаря тактическим знаниям. В страйкболе отличается антуражностью. Вот форма. Это вот копия настоящего оружия. И как бы она и по весу? Да, и по весу, да. Металлический. То, что должно быть металлическое, это металлическое. То, что пластмассовое. Пластмассовое. Стреляет шариками 6 миллиметров. Самое главное — здесь закрыть глаза. Здесь, потому что, бывает, подает губу, но ничего страшного. Ну, разбило. Настоящий страйкболист старается использовать, если не оригинальное обмандирование бойцов той или иной армии, то и их реплики. Скажем сразу, денег это стоит немалых и, как любое другое увлечение, требует вложений. Благо, все, что необходимо для бега и стрельбы, сейчас доступно каждому было бы желание. В автоматах пропитается все в магазинах. В белоруссиях таковых магазинов очень мало. Все пропитается в России, в Москве. То есть там качественное обмандирование. Какой мальчишка откажется поиграть в войнушку? Взрослым тоже хочется, но вроде не принято. А здесь, на Радном поле, такой простор, такие возможности. Если снять маски и снаряжение, то под ними окажутся не только военные, но и директора, студенты, телеоператоры, машинисты, трактористы. Страйкбол – дело бойцов элитных подразделений. Каждый находит что-то свое в страйкболе. Кто-то занимается моделированием, то есть это полное соответствие вещей, разнообразных армий, мира, ТД и ТП. Кто-то занимается с точки зрения специальной какой-то подготовки, прыгает с парашютом, полевые какие-то. Кто-то относится к этому как к обычному отдыху, выезжает в воскресенье поиграться, просто расслабиться. То есть это зависит по большей части от специфики конкретной команды. Это не игра, говорят поклонники страйкбола, а тяжелый и увлекательный спорт. И как в любом его виде, здесь важна честность. Если в тебя попал шарь, значит ты убит. Пораженному воину нужно покинуть игровую зону. Здесь называется мертвяк. Здесь собираются погибшие, отдыхают, водичку перекуривают, пока остальные ребята их защищаются. Четыре только что ушли, мы четыре. И еще раз, ну уже человек двенадцать уже потеряли. Мы просто меняемся, каждый выход отсюда каждые десять минут. Десять минут стояли, здесь ушли. Иначе мы такой еще страна, если нам постоянно надо уходить. Иначе тогда игры не будет. В общем, зальемся в страну. Да. В Могилеве насчитывается пять команд, которые активно участвуют в боевых действиях не только в областном центре, но и по всей Беларуси. Такие уж мы, мужики. В нас самой матушкой природы заложена потребность воевать. Даже в мирное время.